Люберецкая торгово-промышленная палата провела общее собрание, на котором был утвержден новый устав организации. Кроме того, собравшиеся выдвинули новых членов в совет палаты. Участники собрания единогласно утвердили новый устав организации. Отныне она называется «Союз Люберецкой торгово-промышленной палаты». Затем за круглым столом перечислили значимые мероприятия, проведенные организацией в этом году. Провели вместе с депутатским корпусом день мецената 13 апреля благотворителя, на котором было собрано 550 тысяч рублей, которые были направлены в Люберецкий комплексный центр социального обслуживания населения. То есть конкретно это реабилитационное отделение для детей-инвалидов. Кроме того, в списке значимых мероприятий встреча предпринимательского сообщества заместителем председателя правительства Московской области Денисом Буцаевым, совместные рейды с сотрудниками Госадомтехнадзора, а также создание центра медиации при Люберецкой торгово-промышленной палате. Его директор Светлана Погребская ознакомила коллег с новыми проектами, направленными на развитие и поддержку предпринимательской деятельности. Очень актуальный сейчас проект, направление по контрольной кассовой технике, по контрольной кассовой машине. Может быть, это уже столкнулся с тем, что сейчас будут изменения с февраля месяца. Теперь, как вы все знаете, будет электронный документ оборот с органами налоговыми. И мы здесь уже с помощью бизнеса, с помощью предпринимателей, которые участвуют в проекте, и еще раз подчеркну, что каждый из вас может принять участие в этом проекте, мы увидели, насколько большая разница между информацией от бизнеса и позицией власти. На собрании также утвердили новый состав Совета Союза Люберецкой торгово-промышленной палаты. В него вошли 9 человек. Это руководители различных организаций и предприятий Люберецкого района.